Пешеходный и автомобильный рай на 116-м километре. Именно так местные жители теперь называют новую дорогу Пугачевский тракт, пронизывающий микрорайон. Машины теперь движутся без пробок, люди в полной безопасности переходят дорогу. Все пешеходные переходы регулируются светофорами. Это, конечно, безусловно хорошо, потому что, когда нерегулируемый уровень безопасности, сами понимаете, так себе. А со светофором все-таки как-никак, но безопасность. Автолюбители, проживающие в микрорайоне, тоже довольны не только новой безопасной дорогой с ограждениями, но и обновленной системой светофоров. Например, на перекрестке улиц Пугачевский тракт, Калининградская и Егорова пробок больше нет. Со светофором лучше. Когда его не было, извините, тут вообще кто куда хочет, тот туда едет. По крайней мере, разъезжаться здесь на светофоре стало гораздо проще. Глобальные изменения в поселке Кряж и на 116-м километре начались со вторым этапом строительства мостового перехода Самарский Фрунзенского моста. Изначально проектом настолько удобный и оснащенный перекресток с улицы Егорова не предусматривался. Однако при распределении транспортных потоков возникли некоторые неудобства с передвижением как для пешеходов, так и для автомобилистов. Поэтому решили улучшить транспортное обслуживание населения. Вопрос досконально проработали, внесли изменения в проект. Теперь в районе появилась современная и безопасная дорога. Напряженность в районе снята, транспортным народ обеспечен, схема удобная, люди могут добраться до любого нужного пункта назначения. Ранее из Пугачевского тракта на улице Калининградской левый поворот не осуществлялся. Сейчас он будет осуществляться, автобусы будут по Калининградской уходить туда в центр района. Здесь поворачивает и городской пассажирский транспорт, и межмуниципальные автобусы. Поворот налево стал возможным благодаря дополнительной секции светофора. Увеличенное время горения зеленого сигнала до 16 секунд. Эксперты отмечают, этого времени достаточно, чтобы транспорт не создавал пробок на этом участке Пугачевского тракта. Чтобы водители общественного транспорта следовали строго по обновленному маршруту, с ними провели инструктаж. А на рейсы направляют контролеров. Они следят за схемой движения. Кроме этого, все рейсовые автобусы оснащены ГЛОНАСС-навигацией. Это также позволяет непрерывно вести контроль. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.